Ну вот говорят же вам, не обижайте и не кормите аллигаторов. Народ, видимо, не слушает. Ну, кстати, врут. Я только пару аллигаторов видела, и то в огромном парке. Обманули. Что-то аллигаторов не так, чтобы очень много. Не попадаются особенно. Ой, нет, вчерашний день это было решительно какое-то безумие, поэтому записываю на день следующий. Я должна была объездить... Сколько магазинов? Walmart, TG Maxx, Marshalls, Home Goods, которые почему-то здесь как отдельный магазин, хотя в других штатах они совмещены с другими дисконтами. И All Pottery Barn. Пять магазинов. И это во времена еще как бы действующего карантина. Но на самом деле народ совершенно сходит с ума в Флориде. Очереди огромные в магазины, потому что они пускают там только типа 10% от общей мощности, сколько людей может вообще находиться в пространстве. Поэтому очереди стоят такие на километрах, да, там далеко не все соблюдают правила социальной дистанции. В общем, цирк, настоящий цирк. Я вообще... Страшнее всего было в Walmart, потому что совершенно забитый паркинг был вот куча народу. И, главное, такого народу, который, по-моему, там даже мозги вот не включались. Ты там вот говоришь, пожалуйста, отойдите от меня хотя бы на 30 сантиметров. Вы мне вот в спину дышите. А там нет никого. Там в глазах никого нет. В общем, я познакомилась с не самыми лучшими слоями населения Флориды, пока пыталась делать возвраты. И самое неприятное было как раз в Walmart. Я там купила себе йога-штаны и футболку. Ну, потому что как я могу заниматься йогой, если у меня нет йога-штанов? Правильно? Уважающийся человек просто в трениках. Йогой не занимается. Ну, да, в общем, оказалось, что мне это не подходит по размеру. И тут меня ждало просто такое, знаете, вот после более десятка лет в Америке я лишилась слов. Когда я пришла в Walmart с возвратом, а там теги и все, я просто померила дома и вернула. Я говорю, а мы не берем возвраты? И вот тут вот мое сознание, да, тут уже у меня даже онкопит. Я говорю, то есть как это вы не берете возвраты? Что это значит, нет? Что это вообще значит в современном мире, у нас нет возврата? Говорю, вот теги, ничего не нарушено, я просто померила. Окей, нет, возврата мы не берем. Говорю, почему мне это не сказали, когда я покупала это дерьмо? Я бы его даже не брала, я бы даже не заходила бы в магазин. Если бы я знала, что померить нельзя и возвратов тоже нельзя. Это что за бред? Короче говоря, мы попререкались очень недолго. Потом я подумала, а что мне с ней пререкаться? У бедной девушки зарплата не будет 10 долларов в час. Она же не определяет политику компании. Злая как чот. Что мне делать с этими штанами и футболкой, которые мне малы? Потому что я, если заметили или нет, я так поправилась. Очень даже прилично. Я вот сейчас как-то беспощадно пытаюсь понять, как же этот вопрос. Хотя бы остановить этот процесс. Вот. Короче, в остальных магазинах тоже просто цирк. Что-то я вернула. Я надеялась, что я верну большинство своих покупок, потому что мне, как и всем остальным, первый день, когда открылись магазины, снесло голову. То есть люди шопились как не в себя. И, в общем, на меня это тоже как-то, видимо, повлияло. Несмотря на то, что у меня год без покупок, но я бы сказала, меня сорвало. И я решила, что окей. Ну, раз такой период и нервы, и все дела, ну, пусть оно как-то выйдет из тебя, да? Ну, в пределах какого-то бюджета. Вот. И потом я старалась сфокусироваться там. Типа у меня какие-то новые правила, типа low buy. Ничего не покупать в полную цену. У меня есть лист того, что мне надо. И частично это как бы оправданно тем, что уже три недели ко мне никак не доедут вещи, и я начинаю сильно переживать, не ограбили меня за мой счет. То есть, как я подружке говорила, не заплатила ли я 2,5 тысячи долларов, чтобы меня ограбили? Потому что что-то все очень как-то нервно с этой компанией, и я не понимаю, почему до сих пор вещи ко мне не приехали. В общем, это отдельная, конечно, тема, но я сильно нервничаю по этому поводу. Начинаю нервничать, я себя успокаивала, успокаивала. Но когда уже одна неделя, вторая, третья, а тебе все завтраками кормят, и не могут объяснить, где они находятся, твои вещи, начинает проникать. И никакая медитация уже не помогает. Ну, посмотрим, что с этим будет. Я еще попробую обратиться в банк. У меня очень крутая кредитная карта, которая, ну, это работает в основном с перелетами. Когда ты оказываешься в каком-то месте, в котором тебе недоступны твои пожитки, не по твоей вине, у них иногда есть такие, ну, там вот надо разбираться в условиях, подхожу ли я под это. Они тебе как страховку, типа, покрывают определенные прожиточные минимумы. То есть тебе надо купить, я не знаю, крем для лица. Они тебе это покроют. То есть ты покупаешь, потом им реситы, чеки отдаешь, и они там тебе это восполняют. Есть очень крутые кредитные карты такого плана, но там, как говорится, у вас должна быть большая расходность. Пока я работала на корпорации, расходность была большая. Сейчас я думаю ее все-таки отменять, потому что у меня нет такого расхода, чтобы оправдать их комиссии и годовые платы. То есть вы за нее платите на самом деле. Но опять же, если у вас большие расходы, вы много путешествуете, такие карты слегкой покрывают многие расходы и дают вам несколько другой уровень сервиса. Например, через премиальные кредитные карты у вас есть доступ ко многим лаунжам. Лаунжам. Господи. Ну вот этим вот. В аэропорте такие, типа, салоны, где кормят, поят, коктейли делают, можно душ принять, можно иногда даже поспать. Зависит от салона. Вот. В общем, надо узнать, пока она у меня есть, может быть, они меня возместят. Потому что я начинаю покупать уже дупликаты того, что у меня есть, но мне там надо в чем-то греть воду, да, мне нужны полотенца. Ну, то есть, как бы, у меня сильно, сильно, уже на два месяца растянулся этот переезд, который все никак не закончится, чтобы я уже все... То есть, я наконец-то сняла дом. У меня наконец-то есть все, что касается формального адреса, там, какие-то вещи, но я никак не могу, понимаете, да, полностью свой быт наладить. Посмотрим. В общем, я вот этим занималась, целый день приехала, вообще без ног. Посмотрела, думаю, ну ладно. Тогда я прогулялась, походила по магазинам, но на следующий день, то есть сегодня, надо бы поехать на пляж. или где-то погулять, или в какой-то парк, что-то надо поактивничать как-то. Зря, что ли, я йогу-штаны покупала. Вот. И я посмотрела на... Даже смешно вспоминать. Я посмотрела на форокаст, на то, какая собирается быть температура завтра, прогноз погоды, и я как-то случайно ткнула, он мне на предложение на телефоне просто дает, не знаю, влажность, температуру, ну какие-то совсем такие банальные вещи. И тут еще ткнула, открылся веб-сайт по поводу прогноза погоды, а там, знаете, прям такая вытклата, восход-заход луны, лунные фазы, восход-заход солнца, ветер, ну все-все-все, подробно-подробно, там экологические какие-то показатели. И UV-индекс, то есть индекс силы излучения, опасных лучей от солнца. Я смотрю, я никак не могу прочитать, у нас написано, шкала 1, вот 10, а, собственно, в строке, что планируется завтра, написано, типа, extreme, это сколько? 9, это 10? Полезло разбираться, что такое шкала UV-индекса. Оказалось, что Флорида находится в зоне, которая находится за 10-бальной шкалой. Вот это меня просто тоже поражает. Зачем нужна шкала, если есть отметки, которые находятся вне нее? Но оказывается, Флорида, это уникальное место, где опасность у UV-излучения, она за предел, за грани разумного. И вот, оно обычно колеблется в Флориде в среднем между 7 и вот за пределами разумного. То есть, если 7, вы спокойно намазываете SPF и ведете по своим делам, там, чего вам надо, а если оно 11+, что, в общем-то, за шкалой от 1 до 10, они просто пишут, типа, extreme, или там еще какое-то слово. И, в общем, предполагается, что нужно минимизировать то время, которое вы находитесь на солнце, потому что, в принципе, никакой SPF не сможет вам помочь дольше 15 минут. У вас начнется, как бы, демэдж, ДНК и, ну, всякие, в общем, аномалии с кожными клетками могут начаться и чем еще там. Вот, поэтому, да, сегодня у нас экстрим, подумаю, ладно, я буду сидеть дома, заниматься делами, которые я, как всегда, понаоткладывала. То есть, мне нужно повесить, постирать, повесить новые занавески, мне нужно к ним повесить рот, да, вот эти вот, я даже не могу сообразить, как это по-русски. Вот. Ну, на что вешаются занавески? Занавески вешаются на корни. Правильно? Да. Ну, раз уж, как говорится, с гуляльными влогами я не училась, ну, правда, очень жарко, прям, прям вообще жутко, жутко жарко, и, как оказалось, опасно находиться на улице, я вам покажу, что я купила и что мне подошло в плане дома, потому что как-то отдельное видео под это непонятно, зачем снимать, а вот такие вложки, вложки, они как раз облагораживаем, значит, мой дом. Первое, чем я хотела показать, это вот эту софу. Обычная софа, она не раскладывается, просто там такая сидячая, на такие, на три сиденья приблизительно. Сначала меня взвесил вот этот цветочек винтажный, но она стоила 50 долларов. И когда я на третий день, когда я сняла уже дом, задолбалась спать на полу, у меня просто стала отказывать спина, я думала, что я стану йогом и вообще проснусь какая-то посвященная, пойму, что все, весь этот шопинг, все это брендное, все это пустое, а произошло ровно наоборот. Через два с половиной дня я сказала, к черту вещи, к черту все, еще не знаю, буду продавать потом мебель и выкину ее нафиг, но мне нужно спать на какой-то поверхности, которая не является мраморным полом. Каменден. Вот. И я нашла один, в тот момент еще все было совсем-совсем закрыто, и какая-то одна женщина мне, она выставила фотографию этой софы, я говорю, а что у вас еще есть? Она говорит, а вообще у нас есть магазин секонд-хенд мебели у меня и моей мамы. Я могу его открыть, вы можете прийти, пошуровать там сама и сказать, что вы хотите. и я мне с доставкой, то есть вот эта софа, она в принципе хорошо сливается с этим вот прям, можно сказать, цвет-цвет, с цветом, видите, такой кремовый, да, вот такое топленое молоко, что ли, чуть-чуть с рыжинкой, вот так, чуть-чуть совсем. Очень приятный такой цвет. Она сливается, и поэтому не сильно, не сильно выделяется, потому что расцветка, не могу сказать, что самая современная, но при этом сапог в хорошем состоянии. Я еще скребла, почистила, постирала на оболочке на подушке, на ее, внизу, на которых я сижу, и вроде бы, на мой взгляд, вполне ничего. И, честно говоря, так я с ней срослась, я теперь на ней сплю, так я с ней срослась за последнее время, что меня стала очень вдохновлять вот вся вот эта сатиновая история с такой вот пыльной розой. И я постепенно, по чуть-чуть разошлась. Это как вот, как это и бывает. Сначала я нашла вот такой симпатичный плюшевую подушку. Это просто, вот сейчас так научились плюш делать хорошо, что нежнее, чем, по-моему, даже нежнее, чем шерсткая котенка. Вот. Она просто совпадает, да, по цвету и дает некий текстурный такой акцент. И, конечно, она мягкая, просто невозможно. На ней лежать сплошное удовольствие. Потом я увидела эту тут, я отказать себе не могла. Как-то у меня этот цвет пыльно-розовый, да еще, понимаете, с текстурными акцентами. Она меня совершенно просто в себя влюбила. Поэтому чаще всего это вот выглядит вот так. и, конечно же, не могла я отказать. Сейчас я сейчас скину все с этого пледа и покажу вам сам плед. Красавец. Он не очень большой по размеру, но как раз такой, знаете, декоративный. То есть я его каким-то вольготным образом так обычно кидаю на этот диван, потому что мне все равно периодически кажется, что слишком много тут цветочков, и нужно бы как-то не меняя общую цветовую палитру, его все-таки немножко разбавить. И вот получается плюс-минус там где-то в плане цветовой палитры, как вы понимаете, все плюс-минус сливается, там никаких особенных нет. Зато есть разные текстурные оттенки разного пошива. И немножко видно цветочек, и немножко и не слишком он доминирует всем этим процессом. Да, что еще хорошего я приобрела? Я приобрела, опять же, я пыталась выполнять все свои правила. Сейчас скажу, все вот это было на скидке. Тут, по-моему, 8 или 10 долларов, это, по-моему, 12 или 14 долларов. Плед стоил мне 12 долларов. И я нашла искусственный мех, такой вот throw на пол, который я себе кладу под ноги, либо когда я работаю за столом, либо когда около дивана я шурую, потому что если это мягкое, то это еще мягче. Это что-то гениальное. Сейчас стали делать искусственные меха. Как бы было бы классно, если бы с таких вещей вы делали шубы, потому что те шубы, которые я видела из искусственных мехов на продаже, ну, это совершенно порнография и позор. однако же, но умеют же делать для хорошей меха для дома. Вот понимаешь, если бы из такого бы искусственного меха вы сделали, он искусственный вообще, да, да, он бы не стоил 10 долларов, если бы он не был искусственный. Но, тем не менее, его полная цена была, сейчас у нас в козу, потому что наши дела бухгалтерские, я сама это люблю, особенно когда речь идет о поисках самых-самых классных скидок. стоил изначально 34, продавался он в CJMAX, это у нас дисконт, большая сеть магазинов, за 25, а я купила за 10. За 10 долларов такой вот акцент в доме, мне кажется, прелесть, да, и он мягкий, невозможно. Я вот как раз когда нахожусь за целый день, я уже, по-моему, к вам жаловалась, не буду, в своих болячках, но у меня ломят очень часто ноги, они не опухают, я говорю, слава богу, но они начинают именно ступни, сильно-сильно ломить если я целый день где-то ходила, особенно на жаре, вот у меня очень-очень реагируют сосуды стоп, на жару, что-то там замыкает, случается, боль просто невероятная, поэтому я часто мою холодной водой, чтобы сузились сосуды, намазываю каким-нибудь кремом, он впитывается, после этого я начинаю себе такой самомассаж делать вот на таком вот мехе, это невероятная вещь, знаете, лучше, лучше всякой медитации, очень классно, особенно если вы с книжечкой так сядете или с каким-нибудь блокнотиком что-нибудь там списать, и вы так ножками начинаете водить туда-сюда по этому меху, ой, ну просто прелесть, поцелую ангелов. еще я заказала себе онлайн, извините, у меня тут эхо, потому что комната пустая, мебли же нет в ней, вот такой красивенный коврик для йоги, я искала какой-то декоративный, красивый, да, с рисунком коврик для йоги, и не могла ничего найти в обычных, да, там, амазонах, ибэх, там, еще где-то, в алмартах, а тут, не случайно, когда я начала искать, типа, арт-коврик для йоги, потому что у меня не хотела совсем обычный, но я не хотела платить за него дороже, там, 25 долларов тоже, и я нашла веб-сайт, где художники делают upload, то есть загружают свои какие-то картины, форматируют определенных образом, и компания их переносит на самые разнообразные поверхности, включая в себя коврики для йоги, там, полотенца, всякие какие-то подвески и так далее, вы можете себе представить, для меня это совершенно гениальная идея, у них была скидка 30%, я вам оставлю ссылку, но имейте ввиду, надо ждать скидки, потому что полноцело, конечно, дороговато для коврика для йоги, а я со скидкой 30% купила где-то, по-моему, за 23 доллара, что, на мой взгляд, совсем другое дело, он совершенно шикарный, он достаточно толстенький, с основной видного были нет, он толстенький, комфортный и достаточно длинный, очень вам рекомендую, там сотни дизайнов, и цветочный, и акварельный стиль, и абстрактный, и чего там только нет, мне вот понравился такой вот более азиатский стиль, как-то очень медитативно мне это показалось, но там есть, ну, все, что вы можете придумать, и, опять же, если вы сами художник, присмотритесь, может быть, как-то можно, ну, хотя бы небольшую денежку, таким образом, зарабатывать, если у вас какие-то есть декоративные творения, которые хорошо пойдут на, для таких вот обычных объектов в доме, далее покажу вам самую, конечно, симпатичную часть своего дома, потому что больше вообще мебели нет, это я купила вот такую тоже этажерку, потому что я хотела разделить вход от гостиной, у меня все это одна большая комната, и, конечно же, свято место пусто не бывает, у меня сразу образовалась там целая экспозиция, сначала, пока у меня в ней не было ничего, я ее декорировала книжками, которые я тоже накупила, вот про это надо снять отдельное видео, книги о парфюмерии, я тут опробовала много чего, это была эмоциональная покупка, это живые орхидеи, но у меня уже были такие орхидеи, и они у меня все разно или поздно умирают напрочь, как-то совершенно, мне кажется, их надо какими-то кормить наркотиками, для того, чтобы они нормально себя вели, потому что так они стоят, я их, как сказано, поливаю там раз в неделю, вроде делаю все, что сказано, но это не помогает, вот это мое последнее приобретение, к слову, я даже не сняла ценник, потому что хотела вам показать сначала, лампу нашла за 12 долларов, а по-моему, очень стильно, и она мне как раз вот сюда влезла, потому что нет света надо мной, то есть в потолке нет ничего, поэтому все освещение должно быть амбинантным, то есть он должно где-то стоять и находиться, эти две штучки тоже подвезло, так подвезло здесь у меня вот затычки для сережек, вот такой нидерландский, голландский фарфор, я обычно по паре, вот всех тварей по паре беру, я не люблю большие комплекты, но мне нравятся парные, вот такие пиалочки, это для чая или там для мороженого, для чего хотите, опять же, у меня много красивой посуды, но ее нет сейчас и второй месяц уже из одной чашки, у меня просто, честно, нет сил, меня все так задолбало, что я решила, что за доллар, представляете, настоящий фарфор, очень аккуратно расписан, очень симпатично, давайте там у нас что-то лежит, а это мы можем повертеть как следует, как бы порода, прямо у него видна выделка, доллар, доллар за каждую, и вот такие более в современном стиле, у меня есть набор таких салатных тарелок подобного рода, так дорого, богато и ярко, и я подумала, что это очень весело, я люблю такие вот пиалочки, потому что я не люблю пластиковые или какие-то жестокие железные вещи, поэтому у меня парфюмы, косметика, какие-то резиночки, и вот это все хранится в декоративном фарфоре, потому что это очень элегантно, ну и как бы достаточно дорого, но я не люблю это слово, дорого, но вы понимаете, это выглядит красиво, это приятно держать в руках, а вот всякие пластиковые контейнеры я терпеть не могу, и тем более, что они стоят дороже, попробуйте купить себе какую-нибудь там, не знаю, стоечку для колец или еще чего-то, самая страшная черная там из железа грубо сделанная штука будет стоить долларов ну 20 не меньше, если не больше, а это по-моему полтора доллара мне стало каждая пиалка, а это дизайнерский как бы очень хорошо сделанный фарфор, перемещаемся дальше, здесь у меня как раз об украшениях, здесь украшения, и вот TJ Maxx и прочие с ними аутлеты устраивают сейчас распродажу всего, что касается Пасхи, потому что Пасха как таковая осталась не отпразднованной, по крайней мере все праздновали дома в карантине, поэтому все украшательства, а символ Пасхи в Америке это зайцы, они продают 75% скидка, ну, я не осталась в стороне, я, вы знаете, зайцев люблю, для меня это не религиозный символ, то есть никаких крестов, там, Иисусов здесь нет, для меня это, если мне нравится сам дизайн, то почему бы нет, и я решила, что вот как раз хорошо мне получится разбить, так оно все очень плоско лежит и сразу забивается вся поверхность, а украшений, как видите, я на собой набрала очень много, вот, я решила, что это с одной стороны дает какой-то визуальный интерес полке, а с другой стороны позволяет мне, дает мне еще лишние поверхности и некий принцип по организации своих украшений, здесь у нас все кольца, которые я ношу раз в сто лет, и то скорее для видео, потому что они мне обычно мешают, я не люблю кольца, но я люблю, я их люблю, знаете, в теории, носить не люблю, смотреть и покупать получается, что люблю, но в основном сейчас у меня мама поставщик колец, потому что я уже лет семь пытаюсь от них избавляться, они только прибавляются, ну, тут у нас разные подвесочки, какие-то сережки, которые прячутся, если они у меня лежат в общем, в общей части, вот такое вот красивое, декоративное получалось оформление всех моих украшений, и я наконец-то стала их носить, потому что пока они лежали в каких-то пакетиках, еще там чем-то, я вообще, наверное, недели две ходила без украшений, и начала уже как-то по ним скучать, а так это с одной стороны украшает комнату, достаточно пустую в данный момент, и при этом все видно, удобно, я так схватила и побежала, наверху у меня тоже какие-то дополнительные украшения, которым не хватило места, и мои покупки, я же теперь художник, совершенно, конечно же, я накупила себе каких-то альбомов, ну, в общем, всякой полиграфии, опять же, голодное детство, деревянные игрушки, страшные тетрадки, если не по нему никакой бумаги, накупила себе полиграфии, там, по доллару, по два, со скидками, накупила дешевых кистей, потому что мне, мои кисти, которые более дорогие, еще не приехали, а этим как раз очень хорошо скетти делать, вот, и книжки о парфюмерии, и некоторые новые мои парфюмы, про которые мы поговорим на моем канале Миллиора, или, может быть, если будет время, то и на канале о нашем главном. Вот это самый, наверное, красивый уголок в моем новом доме, и, опять же, купила себе кучу декоративных боксов, потому что я сейчас, как я уже сказала, разошлась с покупками, и какие-то всякие эти вещи непонятно куда складывать, покупать мебель я не хочу, как вы поняли, что мебель едет, ну, должна приехать, и я нашла вот эти боксы, по-моему, самый большой был 4 доллара, 3 доллара, 2,5 доллара, по-моему, как-то так, я подумала, что пусть лучше декоративные какой-то мелочевка или какие-то вещи, которые мне надо куда-то складывать, пусть они лежат в таких боксах, здесь у меня лаки, там, по-моему, у меня что-то еще, вот такое получается, и, опять же, я люблю часто менять экспозиции, поэтому, вот такие, если была бы моя воля, я бы еще один такой стеллаж купила, но, не знаю, это было куплено с рук, он стоил мне приблизительно 60 долларов, может быть, даже меньше, нет, меньше, мне кажется, ну, долларов 50, наверное, но купить такой же, я не знаю, где такой же найти, это же с рук куплено, с хэнд-хэнд, а покупать какой-то неподходящий по стилю, я не хочу, но, вот опять же, я решила, что с мебелью надо пока остановиться, потому что надо все-таки разрешить этот вопрос с моими вещами, если меня действительно обокрали, это один вопрос, да, и одни проблемы, которые нужно решать, если меня не обокрали, но мне просто не повезло с перевозчиками, то все-таки нужно добиться, чтобы мои вещи доехали, и потом уже смотреть, что вписывается, а что нет, поэтому да, пока я решила подождать, хотя вот такие, вот такого рода открытые полки я очень люблю, и мне бы хотелось иметь что-то подобное еще. Еще вот в этой декоративной боксе, где я все свои покупки для канала, о которой хотелось бы рассказать, складываю, там у нас секреты спрятаны, вот, собственно, многие из вас комментировали, многим понравились вот эти мои винтажные кресла, кресла тяжелые были настолько, я купила их пару, два, одно у меня сейчас стоит на моей патио, на веранде, а одно со столиком, таким декоративным, которым все подряд, как всегда, стоит в гостиной, так вот, кресла мне встали пара, 35 долларов, но они, они были какие-то дико тяжелые, такое ощущение, что там вообще все сделано из какого-то туба, и я их пыталась отмывать, они немножко засаленные были, но не совсем мне это удалось, мне кажется, ну ничего, я вот подушку постирала, а вот то, что не снимается, я попыталась как-то пеной специальной для чистки мебели отмыть, с переменным успехом, долго очень я копалась с деревом, если я приближусь, вы увидите, достаточно покоцанное старое дерево, хотя видно, что когда-то, когда-то этот набор стоил дорого, мне такое ощущение, что она какая-то чуть ли не дворцовая, если честно, по уровню выделки, и понимаете, тут даже отточено, покрыто оловом ее ножки, то есть как бы по степени отделки и вниманию к деталям такое ощущение, что это очень какая-то качественная, дорогая мебель была когда-то, но я ее получила в прискорбном состоянии достаточно, и я ее пыталась подкрашивать, мыть ее специальным маслом с лимоном, потом специальным маслом с тинтом ее прокрашивать, потому что она была немножко неровная и сильно покоцана, вот надо еще раз ее пройтись, она какая-то собака ее пожевала, понимаете, но я просто это все закрасила, и так оно, если не вглядываться, не привлекает внимание, вот, мне очень понравился цвет, он должна подходить к моему ковру, кто помнит мой ковер, такой, специально сделанный как в royal style, то есть классическим орнаментом, но таким distressed, то есть как будто бы ему 100 лет, но он специально таким был сделан, очень люблю я свой этот ковер, и оно должно подойти сюда по цвету, так вот, надо еще раз пройтись, еще раз отполировать, и потом покрыть лаком, и я надеюсь, тогда они будут выглядеть еще лучше, а вот, кстати, и, собственно, то, где я сейчас обитаю по вечерам, и вот эта, вот эта штучка, вот эта вот супер мягкая, боже мой, как же это хорошо, особенно за 10 долларов, купила себе всяких, видите, боксов и бакет, чтобы куда-то что-то складывать, пока нет нормальной мебели, купила себе там еще этажерку у меня, где у меня все подряд стоит, все, что я пытаюсь читать, нюхать, мазать, и вот этот столик, который, я извиняюсь, совершенно завален не поймничем, но он у меня очень удачный, я особенно его люблю за то, что он идеально по высоте подходит и как журнальный столик для дивана, и для кресла, когда я работаю в кресле, на нем очень удобно за этим столиком сидеть, работать, и что я просто обожаю, это вот эта вот нижняя полка, потому что для меня полки должны быть везде, потому что у меня постоянно какие-то вещи куда-то перемещаются, снова место на другое. И еще одну штуку вам покажу из приобретенного, это буквально было вчера, везет в жизни так только раз, это немножко розовато-бежевое, да нет, ну да, немножко с розовинкой, беж, он не слишком желтый, скажем так, это у нас бэкпэк, дорогие друзья, из натуральной кожи, который я нашла в TG Maxx за 25 долларов, я его сразу хватанула, потому что мой бэкпэк, который очень-очень удобно сделанный, но из совершенно паршивой ткани, которая вся уже облезла, разлетелась, а сумок других у меня с собой мало, особенно бэкпэк, да, то есть рюкзаков у меня нет, только один тот, и мне на него смотреть жалко, потому что он выглядит как какая-то жуткая пленявшая овоська, и когда я увидела вот эту вот кожу, как раз светлую, потому что у меня в основном все какие-то светлые аутфиты, что-то нужное нейтральное, что-то подходило бы много ко всему, и при этом, чтобы можно было надеть на плечи и не держать в руке, я считаю, что мне реально хорошо повезло, и это достаточно умно сделанный рюкзак, я не люблю рюкзаки, которые непрактичные, ну, как, в общем-то, никто не любит, ни сумки, ни рюкзаки, тут все грамотно, тут у нас есть общая молния, которая его закрывает, отдельный пакет, как это называется, часть, его отделена для лаптопа, я не знаю, мой, наверное, не влезет, это только для айпэда по размеру, то есть там 11, наверное, этих инчей, есть несколько карманов, есть карман на внутренний кармашек на молнии, и тут два кармана, так, и вот так, на мой взгляд, это совершенно гениальная штука, и изначально она стоила 130 долларов, в TG Max она попала со стоимостью 70 долларов, что, в общем-то, достаточно стандартно, я, по-моему, увидела их какое-то время назад, их было в нескольких оттенках, они продавались, но уж чего я никак не ожидала, что когда-нибудь мне удастся его купить за 25, кожа очень мягкая и немножко такая, знаете, как матовая, что меня на самом деле пугает, потому что матовая кожа очень любит впитывать всякий жир и выглядеть неаккуратно буквально после там нескольких месяцев ношения, но посмотрим, как он себя поведет, если что, в принципе, есть вариант пожертвовать видом вот такой слегка бархатно-матовой кожи, натереть его уже каким-то там маслом для, по уходу за кожными изделиями, тогда вид потеряется, но по крайней мере он уже не будет покрываться пятнами, да, от того, что вы трогаете его руками, на которых может быть там крем, СПФ там или еще что-то, но я пока подумаю, буду ли я его прямо сейчас модифицировать, чтобы он менее пачкался или пока так похожу, наверное, пока так похожу, если увижу хотя бы какие-то знаки, что, допустим, там, где его хватает, чтобы закрыть, открыть, появляется засаленность, тогда я его обработаю. Очень довольна. На мой взгляд, провезло, так повезло. И он у нас носится и как сумка, и как сумка на длинной ручке, то есть, и типа кроссбадди, и, понятно, в руке, и, собственно, как рюкзак. Ну, конечно, слава богу, я люблю рюкзаки, я рада, что модно на них вернулось, но вот эти вот школьные спортивные рюкзаки, это не для меня, если честно. Если он и спортивный, тогда он должен выглядеть как cyberpunk, да, то есть, такой стиль, такого агрессивного спорт стиля, который уже больше выглядит как fashion statement, а просто вот такие непонятные какие-то полушкольные рюкзаки, полуспортивные, это не моя идея, а это взгляд, прям то, что надо. Ребятки, будем заканчивать с этим влогом, надеюсь, вам это понравилось, я, конечно, не специалист по влогам, и, как выяснилось, тяжело даже запоминать, что я что-то начала снимать с утра, и потом не забыть доснять вам что-то получилось позднее. Ну, по крайней мере, вот такие у меня приятные хлопоты, что касается обживания нового дома, как я уже говорила, я дом снимаю, я решила не покупать дом, хотя они здесь дешевые, ну, во-первых, хотя это могло бы быть более правильное финансовое решение, но надо было в это въезжать, в эту тему, вы понимаете, это же не шутки, все-таки надо было бы выяснять, сравнивать, искать риэлтора, смотреть, я была к этому не готова, поскольку я переезжала, не то чтобы во Флориду, не то чтобы тут, говорится, кости свои сложить и умереть, я сюда приехала на год, понравится мне здесь или нет, живу я в достаточно такой, как сказать, парково-пляжной зоне, где не так, чтобы очень много работ, поэтому в тот момент, через год или когда, когда я решу, что, допустим, ну, допустим, я решу, что я хочу обратно вернуться в какую-нибудь корпорацию или заняться каким-нибудь ресечем, я сомневаюсь, что я смогу здесь остаться, поэтому с покупкой дома я решила не ввязываться, потому что это все-таки серьезный вопрос, но там надо было очень много всяких решений принимать, что-то искать, чтобы не влипнуть в какую-то ситуацию неприятную, и я решила, что сначала я сниму дом поживо в доме, посмотрю, как мне это нравится, не нравится, конечно, правду говорят, что как только ты переезжаешь в дом, мой дом достаточно маленький, и то постоянно что-то происходит, то тут надо починить, то тут надо помыть, то тут надо почистить, то тут какие-то бесконечные траты пока что, хотя дом был, в принципе, в хорошем, ну, не в идеальном, но в нормальном состоянии, в нормальном, по сравнению со многими другими, которые я видела, но тем не менее, это какие-то бесконечные траты, думаю, так, дорогая моя, ты же у нас в артистическом собатикал, а не в шоппинге, как бы, задача заниматься артистическими проектами и экономить деньги, потому что зарплату тебе не платят, а вместо этого какой-то бесконечный шоппинг, траты, 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 ну, да, еще многое, чего я вам не показала, поэтому, если вам нравится подобного видео, если вам, если вам нравятся влоги о каком-то создании уюта, о обживании нового места, то могу снять еще что-нибудь, тут у нас много чего происходит, поэтому будет о чем рассказать, если оно вам, в общем-то, актуально и интересно на это посмотреть, как-то развлечься, может быть, какие-то идеи для себя получить. все, целую, пойду пообедаю, переоденусь, у меня теперь правило, я переодеваюсь раз, два, три, четыре, четыре раза в день, потому что у меня четыре секции у дня, и это мне помогает как бы иметь некую последовательность изонирования моих действий, моих настроений и того, что я делаю, если вам интересно, это все связано не только с карантином, но и с self-employment, то есть, поскольку я не хожу в офис, у меня нет никакого дресс-кода, ну, разве что на камеру, если что-то мне иногда хочется надеть, а на камеру нужно надеть что-то, что имеет интерес вот в этой части, да, то есть, как бы, безумно красивая юбка, ее хрен как бы, не видно на видео, то есть, дресс-код у меня, если есть, то только что касается, чтобы такое надеть, что вот будет какой-то интерес визуальный представлять себе в видеоконтенте, а так, в принципе, расписание как такового, которое было бы навязано мне внешними условиями, нет, к этому еще наложился карантин, поэтому я стараюсь осознавать себя, то есть, пытаться понять, как мне лучше, мне лучше с утра, мне лучше вставать в обед, мне лучше вставать 4 часа дня и потом всю ночь что-то делать, я пытаюсь найти себя, осознать себя в искусстве, искусство в себе, и в том числе создавать какой-то внутренний график режим, потому что для меня это ультимативное лакшери, то есть, это не какие-то мы форды, там, форфимы киллиан, и что бы то ни было, не сравниться с тем, чтобы жить неподалеку от пляжа, в тропиках, в собственном доме, и иметь собственное расписание, поэтому это совершенно ultimate лакшери, такого, я стараюсь, стараюсь не не переживать по этому поводу, а осознанно получать от этого удовольствия, совмещая это там с изменением каких-то привычек, что мне всегда хотелось изменить, улучшить, оптимизировать, или наоборот, предаться каким-то приятным, ну не знаю, излишеством в каком-то смысле, то есть, как-то так, как-то так, в общем-то, набралось еще бутологии на целое видео, так что оставляйте комментарии, если вам что-то интересное, если у вас какие-то вопросы, если наберется достаточное количество вопросов, и каких-то мыслей, тогда я сделаю вам еще один такой уютный влог о том, как мы обживаем тропический дом, и как проходит мой артистический саббатикл, год без работы, точнее, год вне работы, скажем так, тогда поговорим об этом еще раз. Все, целую, пока-пока, у меня начинается вторая фаза дня, закончилось утро, теперь у меня будет обед и переодевание в рабочую одежду, я сейчас буду тебе подбирать какой-то отфит, который мне дает ощущение какой-то такой вот собранности, к этому, наверное, у нас пойдет и какой-то парфюм. Утренний парфюм, кстати, у меня был, это был у меня парфюмированный крем для тела от Убиган, он называется Кельки Розы, это одно из моих последних приобретений, потому что я могу себе позволить покупать кремы для тела, и когда используешь, можешь купить еще один, я использовала несколько, купила вот этот вот в частности, и вот Кельки Розы от Убиган у меня теперь, он дает такой, он такая типичная мускусная роза, он вот так вот шел, я просто уже помпу вставила, очень лухари оформление, у него просто невероятно, он такой еще какой-то матово, какой-то прорезиненный, прорезиненный немножко на ощупь, при этом, почему-то что стекло, наверное, самый роскошный флакон для крема для тела, который у меня вообще когда-либо был. Нравится такая, опять же, как я уже сказала, Кельки Розы, это вот эта вот цветочная, сочная база, Убигановская, плюс, такая мускусная розочка. В принципе, если вы пробовали Burberry Body, по-моему, Тендер, очень на него похож, у меня тоже был похожий лосьон для тела, намного дешевле, но, конечно, выглядит тот не так роскошно, как эта, как эта бутылочка, это был утренний парфюм, а сейчас я буду собираться на работу, у меня будет фаза, когда мне нужно кучу дел перерешать и далеко не всегда самых приятных, поэтому сейчас я буду одеваться как-то более, чтобы, чтобы, чтобы аутфит дал мне какое-то настроение такой вот деловой собранности и к этому мы уже, наверное, какой-нибудь подберём парфюм. Я уже так подозреваю, что это будет, наверное, Leur Bleu от Guerlain. Да. Всё, целую, пишите ваши комментарии, буду ждать. До встречи в следующем видео. Пока. ночные гости. Кормить мы тебя уже покормили, как могли. Я ещё 10 домов отжу в лице. Только не ешь мои пальцы. Каждый раз она ведёт себя так, как будто она меня не знает. Каждый раз, типа, ты кто такая? Потом за 20 минут превращается просто в love bug. Растягивается от этого, от убегания, там, типа, не трогайте меня. Потом она растягивается на мне, спит на мне, показывает мне своё пузо. Очень странная кошка. Как вы думаете, у кошек бывает амнезия? Потому что она реально ведёт себя так, как будто она вообще не знает, кто я. Каждый раз, когда мы не видим себя дольше, чем 15 минут, она прям вообще просто в шоке от того, что я себе позволяю и тянусь к ней рукой. а потом вот такие вот вещи, что она на меня ложится пузом кверху, спит на мне. Ну, только не ешь мой палец, он невкусный. Ходит, всё смотрит, нюхает. Ну, за ней, конечно, надо следить, она же всё-таки уличная кошка, а то она метит, может начать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok